итак сейчас ничего не видно потому что на минуточку 4 утра вот сейчас покажу 402 я вызвал такси и сейчас не знаю короче сейчас еду в гараж сажусь на мотоцикл там 800 километров и я у цели в кирилловку еду короче на море эту поездку ждал очень долго ждал вот и наконец-то оно все получается так что вот так все дальше повещаю из гаража еще пока итак прошло совсем немного я уже в гараже сейчас где-то пол пятого но короче еще пяти нету вот предстоит 800 километров я их планирую про не хоть где-то за часов 12 плюс минус ну там с остановками со всеми короче в таком лайтовом режиме потому что нафига гнать в свое удовольствие потому что для меня вот поездка на море это дорога это половина кайфа от пребывания на море и чем дальше ехать тем тем лучше как то так вот мой товарищ мы сегодня с ним будем в море в море так что так сука в гараже нету света сейчас буду на ощупь собираться ладно тогда все пока там дальше еще сниму и так выезжаю восемь минут шестого сорок восемь шестьсот пятьдесят три итак значит сейчас уже 744 сейчас секундочку короче 744 то есть два с половиной часа уже как еду проехал 239 километров причем рекорд поставил первые 200 километров проехал за два часа это абсолютно рекорд средняя скорость была 100 километров в час ну и конечно это немножечко вылилось расход бензина короче за эти двести тридцать есть километров от полного банка так где здесь вот по карте к канал киев вот и вот я рядом с полтавой уже время вот 745 так короче сейчас чуть-чуть похаваю дождь уже меня помолчил ветерок трепет до сих пор ну ничего все нормально лайфхак выкупил за всю историю ну надо же если ехать под дождем со скоростью где-то так что тут он показывает ливневые дожди если ехать со скоростью где-то 130 километров в час ты не намокаешь вообще оно так капельки быстро сходят и сухой так что вот так вот ладно поеду дальше короче а нет похаваю потом поеду все пока сейчас еще подсолнухи сниму ну короче погодка такая не особо морская но ничего все будет окей это я уберется фух и так короче прошло уже пять часов 403 километра он скоро а уже даже 49 тысяч 403 км за пять часов фух ну коры до полтавы вообще долетел за четыре часа на одном дыхании короче как дорога вообще офигенная как вот лезвие одесская трасса наверно курит газету труд по сравнению с той что на полтавы полтава короче встретила вообще проливным дождем и дорогами такими что аж стыдно что на исторической местности николая васильевича гоголя такой стыд происходит но зато водители дружелюбные целый один водитель на ауди у 7 даже мне аварийка поморгал за то что я чуть-чуть сторону посунулся в общем так полпути есть за пять часов полпути есть уста сейчас часть себя показывает сейчас вот так сниму короче хер знает сейчас по идее должен поворот скоро на хорошую трассу харьков полпути проехал за пять часов что хотел сказать короче а усталости нет так только шлем было такое что типа начал зевать потом какую-то песню начал петь и попустил вот что еще сказать то больше ничего сейчас воды попью он дождевик снял уже поссал короче это вторая остановка вот за за всю поездку 2 все пить воду и ехать дальше то я уже еду раздевался уже глаза слезят короче выскочил на вот на трассу вот там харьков а вот там днепр выскочил на эту трассу где-то уже километров 20 по ней проехал если не больше так сейчас у нас вот время одиннадцать тридцать два то есть это я уже еду 6 часов почти шесть с половиной четыреста семьдесят пять километров проехал короче вот так внезапно едешь свежачок такой болен все а потом вот так начинает зев уже короче какие-то мысли где кстати до хрена мотоциклистов едет на встречу все здороваются что очень радует какой-то наверно байк события сегодня но это там под полтавой было совсем чуть-чуть ребят едет из неправки вот так ну все сейчас химии немножечко химии заправлюсь и поеду покажу ни разу мой друг не был героем кадр и ехать дальше потому что не вот так внезапно короче что называется ладно все пока в общем я уже сейчас вот 218 я проехал 648 км до мелитополя осталось меньше ста километров вот такая пробка в общем сейчас двадцать километров все в пыли короче кто-то поломался а это я короче бодрячком еду все нормально все пока в общем сейчас двадцать минут четвертого то есть я проехал десять часов и одиннадцать минут и проехал семьсот четыре с половиной км я опять убитый короче опять рубит и по идее я по знакам засекал через десять километров уже будет мелитополь а оттуда последний рывок и ресница попала в глаз оттуда последний рывок и на это короче вот так вот когда стоишь они едут просто так одна за одной а когда я еду то такая тянучка по встречке вышел три пять тире десять машина надо получается обогнать опять спрятался и вот это так постоянно вот это трасса а перед вот этой лунной тарелкой это село васильевка по-моему как раз поворот на мелитополь там такая пробка была я он зафоткал ну ладно тут уже чуть-чуть осталось сейчас воды попью и и все а самое главное пишу да пишу самое главное не сказал такой жар идет от асфальта вообще так жарко я наверное не помню даже чтоб в Крыму такое было очень жарко вот так стекло открываешь и тут все аж опекает хотя солнце никогда мне сегодня ни разу в глаза не светило солнце так удачно оно садится ну все сейчас воду пью и поехал пока итак время 410 ровно 11 часов и 746 километров и вот она вот она рыба моей мечты вот она вот она вот она короче от этого лося до кирилловки 40 километров а эти тянучки конечно задолбали но ничего уже не цель опять на штану отдохну нормально можно дальше ехать короче я у цели сейчас может быть своих ребят встречу но все тогда пока так и так пока поставил мотик время конечно прошло прошло где-то короче ровно 12 часов там что-то пару минут разница и вот получилось так 785 я нормально себя чувствую короче абсолютно думал буду уставший но я точно знаю что если сейчас выпить хотя бы бокальчик пивка то порубает не на шутку это сто процентов нормально себя чувствую короче ничего не затекло гуси поют все нормально все тогда пока на этом все ох запись пошла короче сегодня 8 число восемнадцатого года я уже четыре дня как в киеве вот только первый раз пришел к мотоциклу потому что надо масло поменять помыть его помыть смазать цепь ну короче по ухаживать за другом вот он меня не подвел я его тоже не подведу что я могу сказать проехали мы где-то 1600 чем-то километров получилось хавал он все около 80 литров бенза средний расход получился 46 вот но он был бы меньше просто первые 200 километров я вот ехал где-то 130 плюс минус вот так и он сука хавал нормально себе хавал по 7 литров на сотню такой зверский аппетитик у него просыпается на таких скоростях что еще вот сейчас покажу вот такой он грязный 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 весь в мошках в комарах во всяких но ничего сейчас помой его вот тоже кишочки всякие крови ну шка мед короче перед поездкой у него обнаружился французский насморк вот короче вот потекла вилка ну ничего я уже купил сальники новые поставлю их скоро хорошо что она вот только покапала они течет вот в полный рост но я думал блин если честно немножко очковал что в поездке нам не потекла в полный рост нормально все обошлось сейчас масло поменяю короче вот старенькая уже все ой блин колечко забыл почистить но сейчас почищу хорошо все ну так что вот так короче то как я типа говорил что меня порубает от бутылочки пива по приезду этого не случилось потому что как оказалось я не так уж сильно и устал как как планировал получилось 800 800 семьдесят пять ой 800 семьсот восемьдесят семьсот восемьдесят пять километров меньше чем за 12 часов и то это учитывая пробки там при подъезде к мелитополю там столько машин не ну и плюс такие участки по которым ехать быстро даже на нем не получается дороги конечно я бы их охарактеризовал как хардкор а местами трэш и мне тоже так сейчас и было как в песне поется ладно тогда все пока на этом дневнике можно поставить жирную точку все пока все пока все пока